И поэтому меня не удивило, что эти люди как раз оказались, если и не миллиардерами, то по крайней мере на каких-то весьма хлебных должностях. Кто-то остался верен этой идее комсомола и пошел на дно вместе с ним. Кроме того, комсомол была одна из самых богатых организаций. У него было колоссальное количество помещений на лучших улицах в городах. В Москве это центр. Все эти дома детского научного творчества, он же тоже начинал с НТТМ, такая была молодежное научное творчество, потом это в БАН, в Минотеп превратилось. И это началась приоритизация. Эти пионерские лагеря, эти базы отдыха, разбросанные по всей стране, это гигантские средства. Вот откуда это все. А дальше уже там началось уже из этих способных людей, обладающих вот этими редкими в советских условиях менеджерскими навыками, уже побеждали самые сильные, а на самом деле не сильные, а самые подлые, беспринципные, равнодушные к судьбам других и умеющих загрызть своего соперника. Ведь посадили-то его за то, что так обходились с противниками, бизнес-противниками. Вот такой фрагмент, и к чему его показал, потому что да, действительно, мы считаем БРСМ правоприемником Великого Комсомола, у которого были прекрасные, гениальные, великие страницы Великой Отечественной войны, становления Советской Республики. Петр Миронович Машеров, как руководитель комсомольской организации Великой Отечественной войны и так далее. Но были позорные страницы конца 80-х, и вот эти все персонажи, НТТМ, Ходорковский, Гусинского здесь называли, которые стали самыми такими подлыми, беспринципными. Значит, это вот когда происходит? Когда ты на съездах произносишь то, что ты не веришь. Когда надо, вот как вырабатывается, скажем так, восприимчивость к лжи, к подлости, когда все знают, надо на съезде поговорить одно, ну а реально мы сейчас порешаем, там и так далее. Когда все это вот так вот происходит, как вы делаете так, чтобы уберечь организацию вот от этого, чтобы это было реально искренне, с горящими глазами организация? Мы сейчас расскажем про некоторые мероприятия, которые вы проводите, например, сегодня дом-интернат, правильно? Да.